Мы с вами будем беседовать про образ, да? Ну, собственно, понятно, образ и название образа. Красиво, так изящно, ну, как раз такая лекция с самологичным названием. Есть ведь совершенная форма, есть идеальная форма, да? Идеальная форма в природе — это круг, да? Круг и квадрат — это две совершенные формы, сочетая которые, можно изобразить абсолютно все. Помните, как они называются, да? Или пуантилисты, да? Конечно, пуантилисты — это чудесные люди, которые... Заметьте, я тут подбирал работы, которые по цвету интересуют. Помимо приемов, они еще и по цвету просто любопытные. Это чудесные люди, которые говорили, «Ребята, да что вы, вот ты все, цвет-то, он же такой иллюзорный, да? Он такой сложный, и то, что мы видим вокруг — это такая сплошная иллюзия, которая возникает, да, на стыке разных, да, вот этих цветовых ощущений. О, и плохой, портрет хороший, да? Хочется приматистный портретик получить. Я, пожалуйста, у меня для тебя бумажка, видите, прямо сейчас жанр, большой, такой желтый квадрат, да? Чувствуете уже, да? А хотите вот такой портрет? Это же тоже, между прочим, чудесное произведение, которое в музее висит и которое дорогого стоит. Давайте сделаем вам портрет в таком вот, в эстетике, ну, Пабло Пикассо, конечно, да? Мы все узнают, это очень характерная вещь, за что его при жизни в свое время очень ругали. Надо делать такую штуку, которая называется дисклеймер. Дисклеймером называется. Это то, что, знаете, в начале фильма пишут, что авторы не несут ответственности, да, и что всякие совпадения случайны. Вот это вот вся история. Это надо всегда говорить, хотя бы, потому что, во-первых, искусство это очень субъективная вещь, да, и то, что я, например, вижу, и то, что мне там покажется, захочется сделать, это совершенно не значит, что кому-то еще так же будет казаться, да, и, собственно, это прежде всего вы должны понимать, да, что это мое, как бы, авторское понимание, мое авторское видение, да? Это, во-первых. Во-вторых, мы должны с вами понимать, что, как я только что вам показывал, в искусстве есть огромное количество методов приема, да, и совершенно не факт, что можно пользоваться такими или другими. Но, тем не менее, я все-таки попробую, да, мы сейчас попробуем сделать портрет, замечательное лицо, хороший, такой яркий мужской типаж. Мы сейчас попробуем сделать такой портрет, который, как мне кажется, да, будет соответствовать вот этому лицу, да, и вот этой нашей творческой задаче. Начнем мы вот с чего. Я пока в Литте был переверчик, я сделал такой суровый свет, может быть, вы знаете, из... Я, вы не должны этого слышать, но я вам просто честно скажу, что вообще в портретной фотосессии первые полчаса – это работа в пустую, да, потому что модель не готова, модель, естественно, нервничает. Даже не то, чтобы нервничать, она просто еще не в своей тарелке, да, поэтому в портретной фотосессии там меньше часа – это просто бессмысленно делать. Поэтому то, что мы сейчас делаем, это заверный, мы такой, знаете, эксперимент очень смелый, прямо смелый, и рассчитывать на то, что там из трех кадров получится, там, прямо какой-то шедевр нельзя, но я буду очень стараться, я обещаю. И у меня была такая одна очень смешная девочка на курс фотографий, которая, ну, там мы делали какую-то серию снимков там кадров, ну, там 100-150, там за время прогулки делали, я говорю, «Ваня, ну, давай там отбери там снимки какие». А он говорит, «Ну, знаете, все хороши, ну, ничего не могу поделать, ну, сегодня удачный у меня такой день». Понимаете, и когда я потом объяснял, да, что и там из портретной фотосессии, когда там делаешь 100-150-200 снимков, ну, дай бог, 2-3 считаешь, ну, более-менее такими, ну, так, ничего, да, вообще хорошие снимки, которые в портфолио можно положить, или там вообще раз в полгода один случается перед такой интенсивной работой, да, она просто совсем даже не поняла, просто о чем речь, как бы так может быть. Ну, это просто к тому, да, что мы попробуем, конечно, что-то делать, и на проекторе потом посмотрим, но не факт, что у нас это получится, но пробовать мы будем. Итак, значит, да, и вот, собственно, работа с моделью, это я к чему, потому что работа с моделью тоже отдельная такая сложная вещь, и мы сейчас попытаемся кое-что сделать, насколько это возможно. То есть давайте плечики расправим, да, значит, вот, распрямляем спинку, да, значит, оборудочек чуть-чуть повыше, ну, чуть-чуть как-либо, прям, да, вот так вот. Посмотрите, пожалуйста, туда вот в зал, собственно, да, вот так вот лицо поверните, зал сейчас попробует поискать, посмотреть правильную форму, как будто. Сейчас я вот делаю пробные снимки. Опустите подбородочек, чуть-чуть, да, вот так вот, и на меня гласную. Расскажите мне какое-нибудь интересное историю. Я поясню просто, почему я от этого делаю, видите, вот так вот, что на шажочек, куда-нибудь назад, потому что падающий свет очень сильно меняет структуру лица, да, мы с вами должны это понимать, и девушки обычно всегда очень хорошо понимают. У тебя нет рабочей стороны лица? Я знаю. Ну, человек, мне фотографируйте, я тебе все покажу. Вот, потому что, естественно, на который правильно должен падать свет, на который правильная форма, и в этом смысле, да, вот, есть вот эти вот особенности построения света, расположения вот так, как оно должно получаться. Вот наш фотоаппарат, он нас уже ждет, он заждался, он бьет копыта. Я попробую сейчас кое-что сделать. Спасибо. Наши творчества, это теперь он. Заходи. Теперь я посмотрю. Да, теперь можно, вон, собственно, в первом ряду здесь почетные места для мастеров. Вот смотрите, мы будем делать сейчас девичий портет, поэтому свет мы сразу будем делать конякшен, чтобы он был не такой, не такой, а вот такой. Ну, сейчас мы стороной правильно повернем, да. И вот это, собственно, прекрасный момент, потому что этот момент надо фотографу ловить, я обычно ловлю невесту, подвожу, и она, она как, а что, еще испуганная, встает у окна, и окно, вот прям, у окна совсем, огромный свет вот сбоку, да, и она еще такая вся испуганная смотрит прям в объектив, вот я начинаю еще фотографировать, это самый лучший портрет, это те портреты, которые потом у тещи где-то там стоят на пианино, вот это прям вот такая классика будет все. Сейчас будем пробовать, сейчас будем смотреть, что у нас получается. Сейчас сделаем тест-клиснимечку, просто посмотрим, как там свет раскладывается. Она окружит со всех сторон, такой страшный, что чувствуется. Вот, вот так поставили. А, знаете, что такое называется, да, это отражатель, да, естественно, для того, чтобы свет был помягче. Видите, там сразу на щечке селось такое, и без него темно, а светло, да, ага, да, хорошо такая получается, приятно быть на сцене. Конечно, конечно, это же самый такой карьер. Для меня это было открытие, но, то есть, в свое время для меня было большое удивление, когда, ну, я понимаю, для чего люди вообще портреты делают, потому что там кому-то отдать, а многие девушки, они ходят на фотосессии вот для вот этого, для того, что они там волосы перекрашивают, да, кому я рассказываю, да, лучше волосы перекрашивают, на фотосессии сходить, просто как-то внутреннее такое, ну, освежение, например, на волосы. Так, вас зовут? Оля. Оля, отлично. Оль, посмотрите, чуть-чуть вот туда, чуть-чуть, капель, вот туда, да. А давайте, Оля, узнаем, что сделать, попробуйте, порассматривать, вот представьте, что вот вы за этого края высовываете, так вот, то есть, прям, да, вот прям, вот прям, знаете, вот давайте, вот так, не спрячетесь, вот за эту штуку, да, вот, 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 да, нет, ну, это вы знаете, что я здесь нахожусь, а теперь, писать, что вы не знаете, вдруг здесь не я, вот, вот уже круто, это уже хорошо, а теперь то же самое, только еще, еще, маньяк, да, да, может быть, маньяк, кстати, вот, вот, весело, это уже, спостоят, ну, все равно, классно, ну, что, не плохие, кстати, портретики получились, да, ну, что, я думаю, достаточно, уже хорошо получилось, мы посмотрим, а что там получалось, что там получилось. Извините, На слайд пленку снимать, да, и вручную проявлять. Вручную проявлять, видите, да, нам потребуется не просто фильтр, а нам потребуется нейтральный фильтр, то есть нам потребуется, видите, у меня есть такой фильтр, очень хитрый. Я объяснил, что мы сейчас попробуем сделать. Мы сейчас попробуем сделать портрет. Мы сейчас попробуем сделать такой сложный портрет, который мы используем сразу несколько разных техник. И в частности, мы используем технику фризлайта, того самого, про который я упоминал. И мы еще используем всякие дополнительные сложные штучки. С поляризационным фильтром вообще все было очень круто. Выпоминаем? Да, да, да. Я потом могу на бумажке написать. Да, 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 вот. В общем, все это будет сейчас вот там у нас. Мы все это накрутим, надеемся. Опять же, поскольку это все эксперименты, да, такие технические, это совершенно не факт, что это сейчас сразу по-моему, мы сейчас попробуем. Да. Значит, стоим, да, вот на этом примерном месте. Сейчас, короче, попробуем, да, несколько экспериментов. Это мы включаем. Больше пока не нужно. Знаете, у меня на курсы по фотографии, ну, есть у меня несколько курсов, которые идут по фотографии. начиная с такого, ну, начального уровня, знаете. Нажать бы. Нашла? Что нажимать-то? Да. Ну, давай. Раз, два, три, все. Знаете, это, на самом деле, такая очень сложная, конечно, экспериментальная работа, потому что заранее реально непонятно, как это сделать. Посмотри, что там. Темно. Ну, видно все. Темно. Нет, темно-то понятно, потому что я же на модель-то не светил. Я только сам, Лена, повели полоски. О, полосочки появились. Полосочки уже круто появились. Хорошо, значит, мы сейчас будем действовать еще. Лен, Лена. Я правда чуть-чуть к вам. Сейчас уже будет круто. Давай еще раз, сейчас будет отлично. Раз, два, три. Сейчас будет хорошо. Сейчас будет отлично. Подсветим сейчас еще чуть-чуть. Ну, вон она уже появилась, такая классная. Все, делаем последний эксперимент, сейчас будет совсем крутяк. Ну, уже видно. Уже видно, конечно. Ну, там, на самом деле, там реально такая история, где много... Я просто не хочу делать светли, потому что иначе сразу будет очень больно. Ну что, давайте посмотрим, что получилось. Да, да, конечно, уже пора, смотри. А то сколько можно, да, развлекать-то? Может там сильно? Сейчас, давайте попробуем. Просто здесь света очень много. Давайте, я даже не знаю, разверну. Давайте мы, собственно, поскольку мы завершаем, да, наш процесс, давайте я вам здесь вот на экране оставлю. Соответственно, все желающие могут просто подойти и посмотреть, что здесь получилось. Получилось тоже неплохо, экспериментально, интересно. Вот он здесь, добро пожаловать, подходите смотреть, собственно, что у нас здесь получилось. Еще раз напоминаю, что это сырье, да, это полуфабрикад. Из которого, конечно, надо в фотошопе вытянуть нормальный яркость, нормальный контраст. Вот здесь, ну, тут много чего надо сделать. Но факт то, что он в таком виде. А можно на флешке? Конечно. А флешка-то есть с собой, да? Ну, конечно, можно. Красивая? Очень. Спасибо. Спасибо. На стороне. На стороне. На стороне. На стороне. И, знаете, раньше на пленку, когда вот снимали, многие фотографы, они таким образом поступали, что они пленку не заряжали фотоаппарат, а они просто первые там, ну, вот 20 минут просто ходили, так, щелк, щелк, щелк. И когда модель уже думает, когда же это все закончится. Вот тут все начинается, да? Потому что начинаются классные кадры, она расслабляется, она перестает вот на эту тему. Да, поэтому все хорошо. Все хорошо, все спокойно. Сейчас я с правой еще поставлю. Так, вот здесь. И, конечно, все хорошо. И, конечно, все хорошо. Чип. Ну, что, я не знаю. Чип.